Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать на своем YouTube-канале, ну а как всегда, перед началом выпуска я советую вам подписаться на мой Telegram-канал, для того, чтобы не пропускать скриншоты со ставочками. Сейчас мы идем на отличные победные серии из трех, соответственно, зашедших ставок, поэтому, ребятки, чтобы скриншоты со ставками не пропускать, буду всех вас ждать в своем Telegram-канале, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Также напоминаю, ребят, что на этот номерной турнир будет стрим на моем YouTube-канале, поэтому, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram-канал на YouTube, прожимайте колокольчик, чтобы стрим не пропустить. Что мы будем делать на стриме? Да, в принципе, как и всегда, будем делать лайв-ставки, будем, соответственно, общаться во время турнира, и буду давать какие-то рекомендации, крайние два, получается, стрима. Мы очень хорошо закрыли, ребята довольны, в принципе, для меня это самое главное, поэтому на этот номерной турнир также будем стримить, и уже во время турнира, на стриме, да, я буду давать рекомендации по ставкам. Поэтому, ребятки, всех вас жду. Стрим начну где-то, ну, минут за 15, наверное, до начала турнира, сам турнир начинается в полвторого ночи по московскому времени, ну, где-то в час 10, в час 15, наверное, запустим стрим, пообщаемся, и уже, как говорится, будем делать все возможное для того, чтобы получить прибыль. В общем, ребят, в следующем выпуске мы поговорим о поединке двух спортсменов, у которых сейчас, скажем так, плачевная ситуация, да, и эти два бойца, скорее всего, бьются за продолжение контракта, да, для того, чтобы, ну, за то, чтобы остаться в сильнейшем промоушене мира, да, и дальше конкурировать с оппонентами, которых им будут предлагать. В общем, сегодня мы поговорим о паре, это Эдмен Шихбазян и его соперник Далча Лунгиамбула. В общем, как всегда, по классике мы поговорим о бойцах, разберем бойцовские карьеры, и, конечно же, будем искать вариант для ставок. Погнали к разбору. Предлагаю этот разбор начать с Лунгиамбулы. Это спортсмен, который до того момента, да, как выступать по ММА, выступал под зюдо, был даже в сборной, по-моему, с 2007 по 2009 год. Также тренировался он по кикбоксингу. В общем, в принципе, такой разносторонний, сбалансированный боец. Дебютировал в ММА, подписал он контракт с Extreme Fighting Championship, где стал двойным чемпионом сначала в полутяжелой весовой категории, потом в тяжелой, успел провести защиту чемпионского пояса, да, ну и, соответственно, дали ему возможность подраться в UFC. В сильнейший промоушен мира он попал в 2019 году, встретился в дебюте против Таусенда, того нокаутировал, дальше встретился против нашего соотечественника Магомеда Анкалаева, это, кстати, бой был в полутяжах, тогда еще Далчо не опускался вниз, да, ну, я имею в виду по весовой категории, ну и, соответственно, Анкалаев его финишировал. После этого был поединок против Маркуса Пиреса, решением судей Далчо одержал победу, дальше Марк Андре Барио, ему проиграл решением судей, после этого был поединок, в котором он очень жестко, скажем так, подзатупил, да, это против Брэндейджа, где он его в первом раунде, я имею в виду Далчо в первом раунде, потряс оппонента, пошел его добивать, зачем-то пошел в борьбу, попался на удушку, ну и был вынужден капитулировать, ну и, соответственно, свой крайний поединок провел против Сориана, которому проиграл нокаутом во втором раунде, там, очень жестко Сориана его нокаутирует. Таким образом, переходим мы к бойцовским качествам, да, Лчи здесь стоит подчеркнуть, что, ну, по факту, да, это хороший такой разносторонний сбалансированный боец, да, у которого, кстати, хорошая борьба, хороший контроль в партере, ну, опять же, все зависит от уровня борьбы его, скажем так, оппонентов, да, в стойке ее имеет нокаутирующую мощь, комбинационная работа присутствует, но не всегда ей пользуются, частенько заряжаются на одиночный удар. Если мы берем такой аспект, как кардио, то, в принципе, скажем так, в поединках, где темп не сильно высокий, неплохо смотрится, но если немножко ему, скажем так, подзадрать, да, приподнять темп, то уже во втором раунде начинает по кардио подседать. И переходим мы к его оппоненту, это, соответственно, Эдмед Шахбазян, боец, который в качестве профессионального спортсмена, да, дебютировал в 2017 году, в общем, стоит подчеркнуть, что его база это карате, у него черный пояс в этой дисциплине, да, также, в принципе, и бокс, и в борьбе показывал неплохие результаты. Ну и, соответственно, в общем, до UFC бился в, скажем так, в третьих сортах, я бы так сказал, промоушенах, да, набирался потихонечку опыта, показывал хорошие результаты, ну и, соответственно, получил путевку на данный White Contender Series, где Антонио Джонсон, да, победил техническим нокаутом и, соответственно, получил контракт с сильнейшим промоушеном мира. Дальше, соответственно, провел поединок против Даррена Стюарта, раздельным решением судей, кстати, очень близкий бой, ребят, можете его сами пересмотреть, очень близкий бой выдался, но судьи все-таки склонились в сторону Шахбазян. После этого, кстати, также бился он с Товаресом, ну, после этого, естественно, да, и Товареса нокаутировал в первом раунде очень жестко, очень грубо, да, в такой брутальной манере, ну и, соответственно, уже все начали пророчить ему чемпионские амбиции, тогда он ворвался в топ-10, если я не ошибаюсь, да, и, соответственно, дали ему Деррика Брансона, шел он тогда фаворитом в сумасшедшем, по-моему, за 1,3, и Брансон по факту показал, какие слабые стороны у Шахбазяна, а именно кардио, и в борьбе, да, были кое-какие проблемки, где Брансон, в принципе, первый раунд выжил, да, в принципе, хорошо, неплохо, так скажем так, отработал, дальше начал бороть, 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 ну и, соответственно, в конечном итоге техническим нокаутом Брансон одержал победу. После этого Шахбазян подрался против Джека Хермансона, одержал, точнее, не одержал, а очередное поражение, это уже второе в ряд, да, решением судей, тогда не дал себя удосрочить. Ну и получается крайний свой поединок Шахбазян провел против Имабова, которому проиграл досрочно техническим нокаутом, в первом раунде смотрелся хорошо, нанес хороший, такой плотный, скажем так, ущерб Имабову, да, но, к сожалению, темп был высокий, подустал, плюс Имабов отлично отработал в бою, ну и, соответственно, тогда Шахбазян проиграл. Таким образом, он сейчас идет на серии из трех поражений подряд, как и его оппонент дал Чалун Гиамбула. В общем, переходим к бойцовским качествам Шахбазяна. Здесь стоит подчеркнуть, что, конечно же, его сильная сторона это ударная техника. У него, в принципе, неплохая защита от тейкдаунов, но, опять же, как мы уже поняли, она работает до определенного уровня. Бойцы с хорошей борьбой, такие как Имабов, такие как Хермансен, Брансен, это, конечно, бойцы все высокого уровня, и, в принципе, там Шахбазян, скажем так, конкурировать в аспекте борьбы с ними не мог. Вот, по факту, в принципе, иметь неплохую защиту от тейкдаунов, как я уже и сказал, да, может отбороняться, но все это работает, опять же, до определенного уровня. Если мы говорим про ударную технику, то Шахбазян в этом аспекте жесткий, у него есть панч, есть нокаутирующая мощь, у него есть хорошая серийная работа, также миксует удар как с рук, так и с ног, пробивает и ноги, и корпус, и по голове, то есть по всем трем этажам работает. Единственное, в чем у него проблема, как мы уже выяснили, это хорошие борцы, ну и, соответственно, темповые ребята, потому что, как только ему взвинчивают темп, по кардио он начинает подсаживаться уже во втором раунде. Ну и, соответственно, друзья, переходим к прогнозу этот поединок, давайте взглянем котировки букмекерских контор и посмотрим, что же нам здесь предлагают буки. В общем, фаворитом в данном поединке, как вы уже понимаете, да, идет Шахбазян за коэффициент 1,3, ну и, соответственно, за 3,5 идет Далча Лунгиамбула. Да, по факту, вот так вот видят букмекерские конторы этот поединок, да, исходя из того, что якобы может быть у одного оппозиция выше, там, стойка лучше, не такой пробитый. В общем, по факту, давайте в этом во всем, как говорится, и разбираться, копаться и так далее, и так далее. В общем, по факту, если мы берем, как всегда, наши самые главные аспекты, да, это ударная техника, борьба, кардио и оппозиция. В оппозиции, конечно, небольшое преимущество я дам на сторону Шахбазяна, потому что по факту всех, кого побеждал Далча в UFC, это был Тауссенд и, соответственно, Марк Барио, ой, Марк Барио, говорю, и это был Маркус Пирес. По факту, Маркуса Пиреса в UFC уже нет, Тауссен, да, по-моему, тоже в UFC нет, то есть это бойцы не уровня UFC абсолютно. Да, конечно, можно говорить, что Шахбазян там тоже побеждал, всех, кого он побеждал, там, ну, скажем так, многие из них не задерживались в UFC, да, тот же самый Даррен Стюарт, я имею в виду, из таких более-менее именитых бойцов. Товарес, я не знаю, по-моему, он еще в ростере находится в UFC, несмотря на то, что он крайне свой поединок проиграл. Но Товарес это хороший средняк, очень хороший средняк, и, в принципе, тогда шел Шахбазян на хайпе и одержал победу. В общем, по факту, в оппозиции я бы отдал небольшое преимущество конкретно на сторону Шахбазяна, ну, в процентовке где-то 60 на 40. Следующий аспект у нас это кардио. Вот здесь я для себя фаворита так и не определил в этом аспекте, потому что, повторюсь еще раз, у Шахбазяна есть, я думаю, что они никуда не денутся, да, проблемы по кардио, как только его напрягают, как только ему создают темп, поднимают темп, скажем так, с каждой минутой, да, то с каждой минутой его бензобак все пустеет, пустеет, еще раз пустеет. Поэтому, по факту, здесь можно поставить знак равенства. Почему знак равенства? Потому что и сам Далча это боец, который, ну, скажем так, не темповик далеко, это во-первых. Во-вторых, это боец, который не обостряет в своих боях. Да, он где-то может взорваться, но все это настолько идет, скажем так, такая вот геометрическая прогрессия получается, да, то есть пошел, отпустил, пошел, отпустил. То есть, по факту, да, Далча это боец, который обостряет, но это не боец, который держит высокий темп, так, как делает это Брансон, так, как делает это Хермансон, так, как делает это Имабов, да, то есть это не такой боец. То есть, по факту, здесь, получается, Шахбазян опускает оппозицию, да, в то время, как Далча, наоборот, ее поднимает. То есть, ну, чисто теоретически здесь дают возможность, наконец-таки, да, для самого Шахбазяна реваншировать свои крайние три поражения топовой оппозиции, потому что не забывайте, ребят, Брансон это топ-5. Хермансон это, по-моему, тоже ближе туда, к топ-5 был, несмотря на то, что он крайний свой поединок проиграл. Имабов это, ну, блин, возможно, будущий претендент, по-моему, тоже там в топ-10 ходит. То есть, это максимально топовая оппозиция. Я думаю, что, если бы Далча встретился с этими ребятами, они бы, скажем так, вынесли его, наверное, еще быстрее, чем они победили Шахбазяна. Вот, поэтому по кардио я бы здесь поставил знак равенства, потому что, еще раз повторюсь, Далча это боец, который не обостряет, не напрягает в своих боях своих оппонентов. Вот, что касается борьбы, то в этом аспекте Далча, конечно, выглядит лучше, потому что у него базовый дзюдо, плюс у него черный пояс по этой дисциплине, плюс он частенько, да, там, пробует своих оппонентов бороть. Дело в том, что, да, он где-то местами бывает деревянный, может заскочить в борьбу, сделать тейкдаун, ну, а дальше, как это было, например, с Брэндейджем, да, где, в принципе, он его потряс, зачем ты пошел его бороть? Вот, зачем идти бороть базового борца, когда ты его уже потряс? Твоя задача, все, что тебе осталось сделать, когда ты его потряс, это просто его добить, условно говоря, да, и все, тебе больше ничего не нужно. Нет, вот это вот бойцовская IQ, конечно, его тоже находится под очень большим вопросом. Вот, поэтому в борьбе, конечно же, немножко, мне кажется, лучше должен выглядеть именно он. Что касается стойки, в плане техники, в плане количества выброшенных ударов, в плане защиты, пока, опять же, бойцы свежие, здесь Шахбазян смотрится предпочтительно лично, на мой взгляд. Поэтому, исходя из всего того, что я сказал, кто является здесь фаворитом, на мой взгляд, это Шахбазян, да, будем все-таки надеяться на то, что этот молодой спортсмен еще не закончился, да, что он еще, в принципе, может, ну, навести шорох, это, наверное, я громко скажу, но, как минимум, в данном конкретном поединке он должен одержать победу, потому что UFC ему дают по факту бойца, которому ему под силом пройти, да, то есть досрочно, скорее всего. Опять же, если смотреть на коэффициенты за 1,3, Шахбазян мне вообще не интересен, ребят, потому что он уже шел за 1,3 с Брансоном, потом, по-моему, с Хермансоном он шел фаворитом за, может быть, 1,6-1,7, и мы видели с вами, что случилось, да. То есть те бойцы, которые переживают первый раунд, я имею в виду, выживают после первого раунда, да, потому что Шахбазян максимально опасен в первом раунде. У него панчи есть, плюс надо понимать, что Далча это пробитый боец, Сарьяна очень жестко нокаутировал Далчу в крайнем поединке, и здесь Шахбазяну вот, пожалуйста, на, уже на блюдечке дают оппонента, аккуратно, да, не нарвись там, нигде, не, скажем так, не на косячь, и победа, как говорится, у тебя в кармане. В общем, повторюсь еще раз, за 1,3 Шахбазян мне вообще не интересен, ребят, я открыл роспись и посмотрел, есть ставочка, неполный поединок за 1,45, блин, да мне даже эта ставка больше нравится, чем брать Шахбазяна победу, но если кто-то хочет, опять же, повторюсь, ребят, если кто-то хочет услышать конкретно мое мнение, я уже сказал ее, Шахбазян для меня в этом поединке фаворит, но брать его за 1,3 у меня нет желания, вообще никакого. Еще раз, я бы здесь присмотрелся к неполному поединку, коэффициент даже выше, чем на Шахбазяна, да, здесь логично даже подумать, если вдруг первый раунд получится максимально там каким-то энергозатратным, и Шахбазян не сможет финишировать оппонента, то, скорее всего, Далча, потому что это боец, который, по-моему, как минимум 2 раза он 5-раундовые поединки проходил, не в UFC, я имею в виду в Extreme Fighting Championship в этой лиге, где он был чемпионом, то есть этот боец примерно понимает, как нужно расходовать кардио, да, вот, но опять же, будем надеяться, что Шахбазян поумнел за то время, пока он не выступал, да, лагерь, в котором он сейчас тренируется, дадут ему определенные подсказки, да, на этот поединок, и, скорее всего, он должен одерживать победу в этом противостоянии. Ну, еще раз повторюсь, 1,3 кэф очень, вот за 1,5 я бы его, наверное, забрал, рассмотрел бы, за 1,5, за 1,6, ну, а за 1,3 мы уже, а 1,3 этих наловили столько, что даже не хочется смотреть. И также, ребят, вот, я просто предлагаю альтернативные такие моменты, да, неполный поединок за 1,45, тотал меньше 2,5 раундов, это ставка означает, что третий раунд не начнется, там коэффициент где-то будет, ну, где-то 1,8, 1,85, может быть так, Я думаю, что это тоже, в принципе, неплохой вариант для ставки, потому что, повторюсь еще раз, оба панчеры, оба могут друг друга нокаутировать, плюс Далча пробитый, Шахбазян вроде бы как еще не особо пробитый, да, хотя он тоже принял достаточно, ну, и плюс еще Далча, боец, который может, если выжить в первом раунде, во втором раунде может завязать борьбу, навязать, точнее, борьбу, да, и уже попробовать финишировать этот там оппонент, поэтому моя основная ставка, это не полный поединок за 1,45, и на риск я бы рассмотрел тотал меньше 2,5 раундов. В общем-то, друзья, большое всем спасибо за внимание, как всегда, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, обязательно, кстати, пишите свое мнение и свои прогнозы в комментариях, также, ребят, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, я же вынужден с вами попрощаться, всем пока и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok